Николай Георгиевич Гарин-Михайловский Дневник во время войны Читает Евгений Бразов-Брышковский Мукден, 7 октября Движение на Тайдзы нашего восточного отряда в период от 22 сентября по 2 октября, когда отряд возвратился на свои позиции, было задержано трехдневным штурмом высот у деревни Пао-Тайдзы. Первоначально предполагалось оставить только заслон и безостановочно остальным войскам двигаться вперед, но затем решено было сперва овладеть этими высотами. Штурм происходил 26, 27, 28 и утром 29, когда было приказано возвратиться всем войскам отрядов на свои прежние позиции. Взять вследствие этого высоты Пао-Тайдзы не удалось. Укрепления этих высот были сделаны в три яруса. Первые два яруса были взяты нашими войсками. Третьи укрепления, самые верхние, отделялись от вторых отвесной стеной в несколько сажен высоты, взобраться по которой без лестницы было невозможно. Два дня простоял батальон Некрасова 21-го полка на вторых укреплениях. Ни японцы в нас, ни мы в них стрелять не могли. Один молодой офицер с десятью охотниками с 27 на 28 ночью, пользуясь темнотой и какими-то намеками на обходную тропку, отправились по ней попытать счастье. Но никто из них назад не вернулся. И здесь с ранеными без железной дороги была масса затруднений. Мне рассказывал ротмистер кавалергарского полка Половцев, уполномоченный по раздаче подарков государыне, которому поручена была вывозка этих раненых. Какое сложное и трудное это дело. На его руках было до 800 раненых, которых надо было нести 50 верст до железной дороги. Их несты на руках, на носилках из палаток, с ружьями вместо ручек. Но это уж с того пункта, куда сносили раненых с поля сражения. До этого пункта их тащили на плечах, или они сами как-нибудь брели или ползли. Потом длинная дорога в 50 верст без перевязки, еды, часто без питья. Величайшим благодеянием для раненых был врачебный пункт Красного Креста, где их в дороге перевязали, напоили и накормили. Побольше бы таких пунктов. Но у Красного Креста средства, говорят, совсем на исходе. Потребовались 6 тысяч солдат, чтобы нести эти 800 человек, так как несли их по очереди. Потом их повезут в так называемых вагонах-теплушках. Это товарные вагоны с печами. Но ввиду массы больных и невозможности организовать дело с дровами, эти теплушки еще не отапливаются. Как не отапливаются палатки, бараки и те стоянки, где на ночь останавливались с больными. Стоянки под открытым небом. При нескольких градусах мороза. Только представить себе контраст этого начала с далеким концом там, в Петербурге, где этих самых раненых везут уже в вагонах конки, уставленных чуть не тропическими растениями. Это, конечно, отражение заслуженного уважения. Но если бы возможно было чудесным образом обменять начало на конец, то от скольких бы страданий избавились эти люди, сколько из них осталось бы в живых. Я укажу только на раненых в голову. Процент их очень велик. А между тем, это почти единственные раны, требующие немедленной операции. Сейчас же необходимо удалить из мозга все осколки костей, обмыть и очистить рану, иначе нагноение и смерть неизбежны. Самое идеальное, говорит мне старший врач Крестово-Сдвиженской общины, устраивать сейчас же за боевой линией приемные покои для таких операций. Но, само собой, понятно, как трудно этого достигнуть при современных условиях войны. Ускоренная операция необходима и для раненых ледитными снарядами. Такие раны, как показал опыт, загнивают очень быстро, в несколько часов. В общем, впрочем, дело с ранеными следует признать поставленным у нас очень хорошо. Пропустить таких раненых до 30 тысяч, обмыть их, перевязать, сделать операции, накормить, напоить, отправить поездами – все это требует и колоссального напряжения сил, и очень мощной организации. Чтобы понять или, вернее, почувствовать силу этой организации, надо заглянуть в мукденские лазареты. Военные, Георгиевской общины, Крестово-Сдвиженской. Тысячи прибывают к ним эти раненые, и в таком же почти количестве каждый день эвакуируются они дальше, в Харбин, в Читу. Хуже других обставлена теперь Георгиевская община. Причина заключается в том, что предполагалось, что община эта будет работать в передовых отрядах. Ее совсем было снарядили для этого. Сестрам накупили теплых вещей китайских, и одетые в эти костюмы сестры даже выехали из мукдена, сидя по нескольку человек на тряских двуколесных арбах. Но после того, как они уже отъехали, отъехали верст двадцать, их спешно возвратили в мукден, где и предложили им заняться подготовкой одной из казарм для раненых, человек на тысячу. Уже на другой день стали прибывать раненые, и в сущности Георгиевская община подготовить ничего не успела. Не были устроены кровати, стены так и остались непобеленными, не успели приготовить тюфяков. И вследствие всего этого впечатления в Георгиевской общине получается неудовлетворительное, мрачное, грязное и неуютное. Вы побывали бы здесь в первые дни, когда не только на этих нарах, но и под ними лежали больные. Но как могли больные пролезть под нары? Тут и здоровому человеку трудно. Да уж так было трудно. Но ведь все-таки лучше, чем на открытом воздухе. Хоть дождь не мучит. Откровенно сказать, у вас здесь так мрачно, что и здоровый тут заболеет. Какая разница с Леояном? Если бы мы имели хоть несколько дней, чтобы подготовиться, неужели было бы хуже, чем у людей? А у людей в казенных бараках, в крестовоздвиженской общине очень хорошо. Уютно, светло, чисто. Громадное большинство раненых читают. Читают газеты, книги. Тут же лежат и японские раненые. Тихие, ласковые, очень вежливые и сдержанные. Около них их теплая одежда, качеством оставляющая далеко за собой одежду наших солдат. Тулстые фланелевые фуфайки, войлок для обматывания ног, прекрасное теплое пальто. При осмотре наши солдаты говорят, «Что говорить? Солдаты у них не жизнь, а масленица. Работу спрашивают. Зато и уход, какого и дома не найдешь. Как за скотиной уход. А ведь солдат, что скотина, накормил, напоил, обогрел. Он и работник. Аккуратно у них, у японцев, все это дело налажено. Вот слушаем их, иногда диву даемся. Как это все умно у них удумано. Они разве говорят по-русски? Слава другое всякий знает. А вот этот и вовсе хорошо говорит по-нашему. Больной, скуластый японец, на которого указывал солдат, казалось, спал, а может быть и притворялся, желая избегнуть наших расспросов. Доктор, большой процент смертности между больными? Один, полтора. А остальные совсем выздоравливают? Ну, не совсем. У кого прострелена грудь, например, тот, когда организм ослабнет, скорее всего умрет от нарыва или с простреленными кишками умрет от перитонита. След останется и с годами неизбежно скажется. И во всяком случае этих людей нельзя уже назвать нормальными. Они всегда слабы и всегда первые кандидаты на всякие эпидемические болезни. А, кстати, как эпидемические заболевания в армии? Начался был атиф, обострилась была дизентерия, но теперь почти прекратились. Гораздо больше теперь рожистых больных, сибириазвенных. Эти последние откуда получили свою болезнь? От полушубков. У нас здесь, в госпитале, двенадцать человек. Но, к счастью, все вовремя захвачены. И все уже поправляются теперь. Читается по изданию Николай Георгиевич Гарин. Полное собрание сочинений. Том 6. Петроград. Издание «Товарищество. Маркс». 1916 год.